Равноускоренное движение А ускорение равно изменению скорости к времени А равно В минус В нулевое, поделенное на Т. Ускорение показывает, как меняется скорость за единицу времени. Равноускоренное движение можно описывать с помощью мгновенной скорости. Мгновенная скорость В равна В нулевое плюс АТ. А какова формула для перемещения при равноускоренном движении? Это тема сегодняшнего урока. Равноускоренное движение перемещения. Для того, чтобы получить формулу для перемещения при равноускоренном движении, обратимся к равномерным движению. При равномерном движении скорость тела не меняется, В константа. График зависимости проекции скорости от времени представляет собой прямую линию параллельную оси времени. Это линия параллельной оси времени, потому что время идет, а скорость постоянно, она не меняется. Проекция перемещения при равномерном движении – это произведение проекции скорости на время. Сх равно Вх, умноженное на Т. Что означает проекция перемещения при равномерном движении геометрически? Посмотрите на чертеж. Вот это Вх, а вот это Т, время. Если Вх умножить на Т, то получится площадь прямоугольника, площадь фигуры, закрашенной зеленым цветом. То есть геометрически проекция перемещения при равномерном движении – это площадь прямоугольника под графиком зависимости скорости от времени. А теперь обратимся к равноускоренному движению. Проекция скорости при равноускоренном движении записывается в виде Вх равно В нулевое х плюс Ах умножить на Т. Зависимость скорости от времени линейная. Поэтому графиком проекции скорости от времени при равноускоренном движении будет прямая линия, но скорость при равноускоренном движении может увеличиваться, а может уменьшаться. Зависит это от направления ускорения и от знака проекции ускорения. Если проекция ускорения Ах положительна, то скорость будет увеличиваться и график будет идти вверх. Вот такой график зависимости проекции скорости от времени при равно ускоренном движении. Время t, все время движения разделим на промежутки времени Δt. Эти промежутки времени настолько малы, что скорость за этот промежуток времени еще не успевает измениться. Поэтому скорость можно считать не меняющейся и движение равномерным. А при равномерном движении проекция перемещения равна площади прямоугольника. То есть проекция перемещения за каждый промежуток времени Δt будет равна площади прямоугольника. А все перемещение, вся проекция перемещения будет равна сумме площадей прямоугольников. Иными словами, общее перемещение будет представлять собой площадь фигуры, которая одна сторона представляет собой как ступеньки лестницы. Если промежутки времени Δt взять еще меньше, тогда общая проекция перемещения будет равна сумме площадей вот этих узких прямоугольников. Либо проекция перемещения будет представлять собой площадь фигуры, одна сторона, которая похожа на ступеньки, но уже ступеньки не такие высокие. А если промежуток времени Δt устремить к нулю, Δt стремящаяся к нулю, то в этом случае проекция перемещения будет представлять собой площадь фигуры под графиком скорости, то есть площадь вот этой трапеции. Она выделена зеленым цветом. То есть при равноускоренном движении проекция перемещения геометрически равна площади фигуры, ограниченной графиком скорости, площади фигуры под графиком скорости. В данном случае трапеции. При равноускоренном движении это будет трапеция, потому что скорость там линейно зависит от времени. Нам нужно с вами найти формулу для проекции перемещения. График зависимости проекции скорости от времени и проекция перемещения при равноускоренном движении представляет собой площадь вот этой трапеции. Вспомните формулу для площади трапеции. Площадь трапеции равна полусумме оснований на высоту. Посмотрите, основание трапеции – это параллельные стороны трапеции. Возьмите, одно основание у нас Vx, другое основание трапеции – V0x, а высота трапеции – это T. Таким образом, формула для проекции перемещения будет полусумма оснований, умноженная на высоту, то есть Vx плюс V0x поделить на 2 и умножить на T. Это формула для проекции перемещения при равноускоренном движении. Но это не единственная формула. Если в эту формулу вместо Vx подставить Vx, равное V0x плюс Axt, а потом упростить, то получится еще одна формула для проекции перемещения. Sx равно V0xt плюс Axt в квадрате поделить на 2. В этой формуле для проекции перемещения есть и проекция начальной скорости V0x, и проекция ускорения, и время. Но это тоже не единственная формула для проекции перемещения при равноускоренном движении. Если в эту формулу вместо Ax проекции ускорения поставить Vx минус V0x, деленное на T, а потом упростить, то получится еще одна формула для проекции перемещения. Sx равно Vx в квадрате минус V0x в квадрате, деленное на 2ax. Это еще одна формула для перемещения. Итак, все три формулы для проекции перемещения при равноускоренном движении. Чем они отличаются? Средняя формула считается основной формулой, потому что в нее входит и время, и проекция начальной скорости V0x, и проекция ускорения Ax. В правую формулу не входит время, а в левую формулу не входит ускорение. То есть они как частный случай. Итак, это три формулы для проекции перемещения при равноускоренном движении, но формулы в общем виде – это формулы, записанные в векторном виде. Поэтому в векторном виде перемещения при равноускоренном движении средняя формула запишется S равно V0 умножить на T плюс AT в квадрате поделить на 2. Это формула в векторном виде, а внизу формула в виде проекции вектора на ось. Вы помните, что мы в задачах используем формулы в виде проекции вектора на ось, потому что с векторами производить алгебраические действия нельзя. А проекции вектор – это числа. Соответственно, две еще формулы для проекции перемещения записаны в векторном виде. Одна формула S равно V0 плюс V деленное на 2 умножить на T. И формула для перемещения, куда не входит время. S равно V квадрат минус V0 квадрат деленное на 2А. Итак, верхние формулы – это формулы для перемещения при равноускоренном движении в векторном виде. А нижние формулы – это формулы для проекции перемещения для этого же вида движения. В этих формулах стоят проекции векторов на ось, а это уже числа, с которыми можно производить алгебраические действия. Итак, мы получили формулу для проекции перемещения при равноускоренном движении. Основная формула такая. Sx равно V0xt плюс Axt в квадрате поделить на 2. Зачем нужно находить формулу для проекции перемещения? Потому что для того, чтобы определить координату тела х, нужно знать начальную координату и проекцию перемещения. х равно х0 плюс Sx. А координату нужно знать, потому что необходимо решать основную задачу механики – определять положение тела в любой момент времени. Ведь положение тела задается координатой. Поэтому, чтобы найти координату, нужно знать начальную координату и проекцию перемещения. Поэтому мы искали формулу для проекции перемещения. Подставляем во вторую формулу вместо Sx выражение из первой, верхней формулы. Получается формула для координаты при равноускоренном движении. х равно х0 плюс V0xt плюс Axt в квадрате поделить на 2. Это очень важная формула, потому что если задана эта формула с коэффициентами х0, V0x и Axt, то эта формула полностью описывает движения. По этой формуле можно найти координату тела в любой момент времени. Поэтому эта формула называется уравнение движения. Также эту формулу называют решение основной задачи механики ОЗМ для равноускоренного движения. Рассмотрим пример. Уравнение движения тела задано в виде выражения х равно 7 плюс 11t плюс 2t в квадрате. Сравните это выражение для координаты с выражением для координаты в общем виде. Какой можно сделать вывод? Во-первых, зависимость координата от времени квадратичная, следовательно, движение равноускоренное. Дальше сравнивая эти две формулы, легко увидеть, что х0, начальная координата у тела, равна 7 метров. Проекция начальной скорости в нулевой х равна 11 метров в секунду. А коэффициент при t в квадрате – это ах, деленное на 2. Следовательно, проекция перемещения ах равно 4 метра в секунду в квадрате. Посмотрите, зная уравнение движения, можно найти характеристики этого движения, то есть начальную скорость, ускорение и начальную координату. Но используя уравнение движения, можно также рассчитать координату тела в любой момент времени. Например, нужно найти координату через 5 секунд от начала движения. Тогда в уравнение движения вместо t времени подставляем 5 секунд. Получаем, х от 5 будет равно 7 плюс 11 умножить на 5 плюс 2 умножить на 5 в квадрате 25. Равно 11 на 5, 55 плюс 50, это будет 105 и плюс 7, 112 метров. То есть координата тела через 2 секунды равна 112 метрам. Итак, зная уравнение движения, можно определить и характеристики движения, и координату в любой момент времени. Итак, равноускоренное движение. Это движение характеризуется следующими величинами. Ускорением а равно v минус v нулевое деленное на t. Мгновенной скоростью или просто скоростью. v равно v нулевое плюс а t. Перемещение. s равно v нулевое t плюс а t в квадрате поделить на 2. Это основная формула для перемещения. Формула для перемещения, куда не входит время. s равно v квадрат минус v нулевое квадрат, деленное на 2а. И формула для перемещения, куда не входит ускорение. s равно v плюс v нулевое поделить на 2 умножить на t. И самая важная характеристика движения – координата тела. Координата тела при равноускоренном движении записывается в виде выражения. x равно x нулевое плюс v нулевое xt плюс а xt в квадрате поделить на 2. И это выражение называют уравнением движения. В дальнейшем для решения задач необходимо хорошо знать эти формулы. Всего доброго!